Молодежь не интересует карельский язык и сельское хозяйство. В ПетрГУ завершился прием заявлений от абитуриентов. Молодежь привлекает юриспруденция, информатика и экономика и практически не интересует агрономия, отечественной филологии и карельский язык. Сегодня в ПетрГУ завершился прием заявлений от абитуриентов. Стать студентами титульного карельского вуза планируют 3000 человек. Повезет не всем. Конкурс на топовые специальности в этом году довольно высокий. В Госуниверситете завершился прием заявлений на очное и заочное отделение. Около 3000 человек пожелали стать студентами ПетрГУ. Заявлений принято почти 8000. Это разница в цифрах. Она связана с тем, что по правилам приема каждый абитуриент вправе указать своим заявлением до трех направлений подготовки или специальностей. При этом он может указывать и различные формы обучения по каждому направлению. По данным приемной комиссии, на вершине рейтинга популярности находится юриспруденция, экономика и бизнес-информатика. Конкурс на эти направления – почти 16 заявлений на место. Также спросом у абитуриентов пользуются политология, психология служебной деятельности, лечебное дело. В общем, конкурс в этом году довольно серьезный. Повод поволноваться у будущих студентов есть. Я собираюсь поступать на юридический факультет. Мне юриспруденция очень интересна просто. К сожалению, я баллы набрала не очень высокие, а конкурс большой. Поэтому я сейчас немного переживаю по этому поводу. Посетила приемную комиссию, но думаю, все будет нормально. В конце концов, абитуриент всегда может подстраховаться и подать заявление на другое направление с более скромным конкурсом. Например, отечественная филология, финский и карельский язык, агроинженерия – в хвосте рейтинга. Однако, как сообщили сотрудники ВУЗа, направлений с конкурсом меньше единицы нет. Абитуриенты, поступающие на заочное отделение и в магистратуру, уже с понедельника начнут сдавать экзамены. Кроме того, уже на следующей неделе начнется процедура зачисления в ВУЗ. Основная приемная кампания завершится 11 августа. Горожане недовольны отсутствием пандусов и специальных спусков для колясок на двух отремонтированных в Петрозаводске лестницах. Но это не единственное препятствие на пути жителей столицы Карелии. На Онежской набережной их поджидают огромные ямы. С подробностями наш дежурный по городу Ефим Овчинников. Это та самая черная дыра, в которую улетают бюджетные деньги. Фрагмент набережной в самом ее начале ремонтируют каждый год и всякий раз безрезультатно. В народе уже поползли слухи, быть может кому-то выгодно получать госзаказ. В эти ямы уже зарыли миллионы рублей и, судя по всему, чиновникам это нравится. Как сообщили в мэрии, вскоре будет объявлен очередной конкурс на проведение работ. Но в той же администрации неоднократно делали громкие заявления. Мол, необходим капитальный ремонт этого участка набережной. Однако цена вопроса до сих пор неизвестна, никто не видел проекта. Говорилось лишь, что все это очень дорого. Дешевле, видимо, тратить по чуть-чуть и в никуда. Ямы по-прежнему на своем месте, будьте осторожнее. В Петрозаводске отремонтировали лестницу. Она ведет от проспекта Карла Маркса к стадиону и к парку. Казалось бы, хорошая городская новость. Здесь даже освещение сделали. Но, к большому сожалению, как это у нас часто бывает, забыли про пандусы. Этим фактом уже возмутились пользователи интернета. Мол, уж если начали делать, так сделайте по-людски. В администрации города нам пояснили, оборудовать пандусы здесь невозможно. Слишком крутые подъем и спуск. В правительстве Карелии все время говорят, что туризм может стать главным источником дохода для республики. Якобы даже иностранцы будут вкладывать сюда деньги. Но нужно уважать регион, в который собираешься инвестировать, приезжать отдыхать. По Петрозаводску нередко гуляют туристы. Причем из стран, где к инвалидам относятся с таким уважением, что придумывают для них пандусы любых видов, конструкций и форм. И глядя на наши неприступные лестницы, видимо удивляются, как вообще у нас язык поворачивается говорить о доступной среде для инвалидов. Если у нас для вполне здоровых условия создают с трудом. На этом забота в кавычках о мамах с колясками и инвалидах в Петрозаводске не закончена. Еще одна лестница, опять же без пандуса, ведет от улицы Гоголя к парку. Но на этом история не заканчивается. Очень любопытная деталь. Посмотрите, как здесь оборудованы перила. Я всего-то метр семьдесят пять ростом, но опираясь на них, чувствую себя как минимум не очень комфортно. Вот таким мы увидели наш город сегодня. Ну а если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Сегодня, 25 июля, российские следователи впервые отмечают новый профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия. Он был утвержден в прошлом году. Кроме сотрудников Следственного комитета, его отмечают следственные подразделения всех правоохранительных ведомств. Выбор даты объясняется тем, что 25 июля 1713 года был издан указ Петра I о создании следственной канцелярии, которая явилась первым государственным органом России, подчиненным напрямую главе государства. В современной России следственным органом, который подчиняется непосредственно президенту, является Следственный комитет, расследующий тяжкие и особо тяжкие преступления. В Национальном театре сегодня поздравляли и награждали лучших сотрудников и ветеранов следствия. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником. В работе следователя романтики мало. В этом убедилась наша съемочная группа, которая провела один рабочий день в Следственном комитете. Оказалось, что главное оружие следователя – это ручка. Еще один профессиональный праздник не отменяет рабочие будни. Майор юстиции Артем Готчиев руководит отделом по расследованию особо важных дел. Десять лет назад он начинал следователем в прокуратуре, потом сменил темно-синюю прокурорскую форму на более светлую. Это произошло в 2011-м, когда Следственный комитет отделился. Сейчас современный Шерлок Холмс не скрывает – в его работе мало романтики. 12-часовой рабочий день и многотомные уголовные дела. Сил почитать дома книжку двум маленьким дочкам хватает не всегда. Вот главное оружие следователя. Ну, безусловно, нет. Следователя ноги тоже кормят, потому что приходится бегать, мотаться по командировкам. Но в основном это работа в кабинете. Анализ документации, допросы свидетелей, подготовка к этим допросам. То есть такая тщательная, аналитическая, умственная работа. Стены этого кабинета слышали немало откровений. Здесь часто бывают высокопоставленные чиновники. В производстве отдела – коррупционные и экономические преступления. Так сейчас здесь расследуют громкое дело в отношении главы Пудожского района господина Титкова, мэров Кимии и Суаярви. Здесь изучают обстоятельства того, как выделялись земельные участки прионежской администрации. И кто в ответе за продажу земли на Неглинской набережной. Нет предела человеческой наглости. Было, например, уголовное дело, где московский налоговый инспектор, приехавший проверять крупнейшее предприятие Республики Карелия, Карельский Акатыш, просто потребовал, не стесняясь ничего, 10 тысяч долларов США за благоприятное проведение налоговой проверки. Был пойман с поличным и получил наказание в виде лишения свободы. Минимальная сумма взятки, которая рассматривается в этом отделе, 300 тысяч рублей. Максимальная исчисляется миллионами. Мы не постеснялись спросить, а достойна ли зарплата у самих следователей. Жаловаться не приходится. Поэтому мне вызывает крайнее удивление, когда сотрудники правоохранительных органов, но это, видимо, уже от жадности, также совершают коррупционные правонарушения, потому что платят им достоинно. Таких, как Артем Гочиев, здесь немало. Для них следствие – это призвание. Может, благодаря им Карелию до сих пор считают достойной Красной книги. Регионом с низким уровнем коррупции. Марина Кабатек, Иван Медведев, телеканал НЕКО+. Предстоящие выходные будут жаркими. В некоторых районах Карелии обещают до плюс 30. Карельское лето в самом разгаре. Выходные будут жарко. А в Петрозаводске в субботу до плюс 25. В воскресенье столбик термометра поднимется до 27 градусов. В районах Карелии еще жарче. Синоптики обещают 30 градусов тепла. Возможны грозы. Тем, кто отправляется на природу, стоит помнить, в большинстве районов установлен третий класс пожароопасности. Действует особый противопожарный режим. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Старый город». А новости к этому часу все. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова